Физкульт привет, туристы! За окном снег, водная снаряга переехала в гараже, самое время сделать обзор байдарки Котобайт 3, той самой, на которой мы ходили в водный поход по Карелии. Длинную душевную версию рассказа о надувной принцессе смотрите на втором канале, а здесь чисто и быстро о фишках и косячишках. Характеристики. Количество мест 3 штуки, но при желании уместятся и четверо. Двум родителям с тремя детьми будет уже в напряг, но все еще можно. Длина 5,4 метра, 4,5 из которых можно использовать для складирования вещей и экипажа. Вес 22 килограмма. Это больше, чем вес лайтовых лодок без надувного днища, но меньше любой каркасной или каркасно-надувной байдарки. Однослойная конструкция. Как у большинства надувных моторных лодок, оболочка и камера здесь в одном флаконе из ткани типа Теза с плотностью 750 грамм на квадратный метр. Это и меньше вес в сравнении с двухслойными вариантами, и что гораздо важнее, проще уход. Стер грязь зуку и песок тряпкой, высушил за 30 минут и никакой возни с вытаскиванием камеры или сушкой текстильных частей. Фишки. Надувное днище. Задает поперечную и продольную жесткость. Делает байдарку практически неубиваемой на камнях или корягах. Создает сухую прослойку в виде надувного матраса между ногами, вещами, жопами и водой. Вся вода с весел не стоит лужами, как в обычной байдарке, а стекает под борта, а затем через клапан в транса выводится за пределы байдарки. Огромная открытая палуба. Это простая загрузка вещей и множество вариантов посадки экипажа. При желании с вами может сесть не только несколько красоток в купальниках, но и небольшой самолет. И самая главная фишка. Это транец. Доска в задней части байдарки, к которой можно крепить двигатель. Мотор Карл. Ликбез по водяному транспорту на моторчиках. Если мощность двигла, меньше пяти лошадок, то из бумажек не нужно вообще ничего. Ни прав, ни регистрации, ни справки от нарколога и психотерапевта. Только рулончик туалетной бумаги. Вес моторов, три коня, меньше 10 килограммов. Еще докиньте 10 кг топлива и за день вы сможете преодолеть 100 километров. Это столько, сколько проходят на байдарках за 4 дня. Теперь о недостатках. Котобайт, как и другая надувная байдарка на веслах, проигрывает скорости каркасной. Имея надувное днище и кусок фанеры в конструкции, проигрывает по весу сосискообразным надувнушкам без надувного днища. Открытая палуба отлично принимает дождь, брызги, град, снег. Благо все это стекает через клапан в трансе. Фантазии о применении. Очень хорошо Котобайт показал себя на каменистой Карельской реке. Совершенно не убиваем на мелких шеверах во время проводов. Хороший надежен он и в мощных порогах. Подойдет для ПВД, рыбалки, пикника. Но это все могут и другие надувные байдарки. А вот совершенно новые горизонты открываются, когда добавляешь двигатель. Это не банальная рыбалка на озерах. Пешеводные походы с заходом в район по реке. Связки рек с подъемом против течения и волоком. В том числе пятерки с трансформированием Котобайда в катамараны. Семейные походы с громадным количеством детей. Посмотрите на центральные Саяны. На плато Путорана взгляните. Теперь новые районы доступны без вертолета и бешеного бабла, связанного с ним. Смотрю на карту России и головушка взрывается от новых возможностей пешеводных путешествий с подъемами против течения. Субтитры создавал DimaTorzok